еще еще раз всем привет кто только подключился и так мы сегодня рисуем героев мультика приключения джедаев юных может кто-то смотрел это не достаточно новый мультик двадцать втором году он вышел это такой сериал он снят по мотивам звездных войн это дисней что я не да это дисней снял диснеевский купили так было костюм сделали что-нибудь другое да они знают какие популярные интересные сериалы и когда они взяли этот сериал и решили сделать по мультик тоже очень интересны не знаю если уже в переводе но я думал в ближайшем времени точно появится и так у нас есть на самом деле больше нравится оригинальные звездные войны чем такие сериалы фильм наверно да фильм интересный но он уже такой более серьезный да это более детский можно интересно посмотреть я думаю что всем тоже будет интересно посмотреть его и так у нас несколько героев зовут и нашу девочку зовут лист солай мальчик у нас кай бригсти бригсти и на пс это у нас такой вот голубой на чубаку похоже помните если кто посмотрел и его до остался без изменения это детеныш чубаки это детеныш чубаки да и йода у нас остался такой же до духовный наставник точно это получается приключение подаванов что ли да это по мотивам зверных войнен это типа приключения этих подаванных которые у тебя звучится хорошо давайте ребята у нас сегодня четыре героя вы должны успеть и еще и раскрасить нарисовать и раскрасить до начала мы берем опять-таки лучше простой карандаш и резиночку и начинаем намечать наших героев они у нас все приблизительно будут одного роста можем да можем все наметить где они у нас будут так вот сразу можно даже лист чуть-чуть приблизительно поделить пополам и значит в эту половинку вместить двух героев и в эту половинку вместить тоже двух героев или если вам нравится можете в шахматном порядке или два сверху два снизу но не забывайте что не должны быть красиво расположены чтобы не было они все в одном углу и остальной часть листа у нас совершенно пустой разве что если вы планируете только нарисовать фон можно нарисовать конечно какой-нибудь космический фон да можно нарисовать какие-нибудь космические корабли но это уже в другой раз сегодня мы рисуем просто четыре наших героя они у нас все со световыми мечами да кроме йоды итак первая наша героиня лист и мы намечаем ну где-то она у нас будет вот верхняя нижняя точка теперь мы смотрим сколько у нас раз голова будет в теле здесь у нас достаточно такая большая голова начало будет три раза вот намечаем раз два три ставим просто точечки полупрозрачные чтобы вам было просто потом легче соориентироваться и рисуем головку у нас такая овальчик достаточно большой овальчик потом мы рисуем сразу же смотрим тело у нас идет похоже на такой треугольничек это у нее будет платечко и плечики и здесь у нас есть две ножки она она стоит в три четверти так что можете сразу наметить тоненькими линиями две ножки до коленки и ступня вот когда у нас уже есть такая схемка то нам уже легче будет прорисовывать ее детально теперь опять возвращаемся с самого верха и смотрим значит где-то на половину нашего овала у нас будут глаза достаточно большие глаза делаем два таких больших глазика и можем сразу же сделать носик маленький и ротик улыбающийся также обратите внимание у нее круглые щечки и небольшой подбородок и теперь у нас верхняя часть головы здесь у нас челка которая делится на два локона который идет один на средину носика где-то выходит и 2 чуть поменьше это два локона и здесь сбоку мы добавляем волосы которые идут вправо и влево и также у нее очень красивая прическа обратите внимание такие две большие игульки закрученные и там мы видим еще сзади тоже такие красивые локоны назад сейчас я вам покажу в цвете чтобы вы поняли о чем идет у нас точно речь вот у нас наши герои видите вот наша лиз у нее красивые фиолетовые волосы так это это же дочь скейро да и у нас есть кай и есть напс и вот здесь вот маленький совсем у нас йода видите он стоит немножко на заднем плане как будто бы он еще совсем в молодости да выглядит хорошо да наверно делал косметические процедуры я думаю даже косметическими процедурами ему не достичь такого блеска кожи да видите а какая красивая да у нас лист у нее голубое лицо и фиолетовые волосы вот такие у нас герои и так мы теперь продолжаем рисовать и теперь мы рисуем ручки тоже делайте в начале схемку ручки одна у нас ручка идет в локте согнутая где-то на уровне талии и вторая ручка у нас изогнута идет полукругом видите сторону меча и здесь у нас две ручки сочетаются и можете сразу наметить или пунктирная линия или тоненькой линии карандашка наш меч и здесь у нас соответственно будет идти и и платья верхняя часть туловища платья и здесь у нас будет накидка видите красивая накидка она у нас немножко такая раздувается ветром и один конец уходит чуть-чуть наверх и здесь мы уже начинаем еще более детально прорисовывать здесь у нас идут зрачки большие такие глаза бровки мы прорисовываем маленький носик также ушки маленькие и у нас идет также красивые какие-то украшения на платье воротник и сверху накидка и здесь у нас идет рукавчик видите он немножко расширяется там где в сторону кисти и с правой стороны тоже у нас идет расширение в сторону кисти кисть можете нарисовать просто не прорисовывая особо пальчики так нарисуйте кружочек и немножко наметьте пальцы и здесь у нас красивый меч светящийся и платье у нас так и ножки на таких вот коротких сапожках и теперь мы уже можем взять контур и обвести нашу девочку и начинаем опять сверху чтобы не размазать до фломастер уже немножко высыхает надо подождать пару секунд но лучше начинать сразу сверху идти вниз чтобы случайно рукой не размазать и так у нас большие очень такие глаза выразительные здесь у нас идут зрачки оставляйте помните белые маленькие кружочки чтобы глаза оказались более живыми и маленький носик и улыбка немножко видите на сторону ухмылой ухмыляется поэтому она начинается почти ровно и еще и приподнимается в сторону левой щеки и у нас две бровки которые накрывает челка также у нас два ушка и красивые такие вот закрученные волосы назад верхние две гунки и нижние концы тоже подогнуты вниз тут у нас идет небольшая шея и выход на плащ и одна рука у нас изогнута справа идет к низу и вторая рука у нас доходит до пояса локоть и согнута в локте здесь у нас идет верхняя часть туловище пояс и здесь у нас красивое платье коротенько и это все у нас переходит слегка согнутые ножки вот так у нас видны ступни и остается у нас ручка мы видим кисть которая держит световой меч можете если вам сложно под линеечку его сделать и вот такая у нас девочка получился теперь наш второй герой и у нас тоже фигурка видите в три четверти он чуть чуть выше чем наша первая героиня тоже отмечаем верхнюю точечку нижнюю точечку да не залазим такую предполагаемую рамку два сантиметра с каждого конца листика и начинаем рисовать у нас идет такой похожий на яичко овальчик к низу он сужается и наверху он у нас расширяется и можете сразу же сделать прямоугольничек это тело который переходит у нас видите одна нога у него в сторону одна тоже чуть-чуть пересогнута в колене вот такую схемку рисуйте и здесь наши туфельки идут внизу и вторая ручка что у нас делает тоже она у нас в локте согнута и выведена чуть-чуть в сторону и правую ручку мы практически левую ручку вы практически не видим только чуть-чуть локоть и здесь у нас тоже красивый плащ вот такая у нас фигурка и здесь тоже намечаем меч и теперь у нас личико опять таких смотрим где-то средина можете сразу провести две линии и и потом сделать из этого глаза до две линии чтобы вы увидели что они у нас симметричные делаем глаза большие тут у нас идут бровки маленький носик и тоже он улыбается немножко ухмыляясь на правую сторону у нас чуть-чуть приподнятый уголок рта и здесь у нас ушко и обратите внимание какая у него интересная причесочка значит у нас высокий лоб здесь у нас прямая линия здесь у нас вниз в сторону виска и тут чуть-чуть узогнутая идет пушку также верхняя часть у него легкие волнистые волосы а здесь у нас гладкие ровные вот такая у нас фигурка и теперь мы можем если мы прям уверены обводить контуром или еще раз пройтись и карандашом чуть-чуть навести более точные линии и опять все заново начинаем сверху у нас ровная линия в сторону виска и за ушко здесь у нас ровные волосики и здесь у нас ровные волосики а здесь у нас волнистые идут делаем такие похожие на облачки волнистые линии и тут у нас большое ушко и большие глаза вот такие большие глаза и это делаем внутри зрачок оставляем белые точечки здесь у нас бровки идут наведите их немножко пошире не прям толстый но чуть-чуть пошире и здесь у нас идет маленький носик и улыбка также у нас идут щечки подбородок и сюда выходит сторону ушка чуть-чуть видно шея и здесь опять накидка мы видим она уходит сразу же за плечо вот такой плащ красивый и теперь у нас остается левая ручка мы видим она у нас согнута в локте и сторону здесь рукав здесь у нас видно немножко грудь и вторую руку мы практически не видим немножко видим локоть и он двумя ручками держит у нас тоже меч если вам сложно берите линеечку чтобы меч был ровненький и здесь у нас пояс под локтем рисуете широкий пояс и видна рубашка и одна ножка у нас идет почти ровно но в бок повернута и вторая ножка чуть-чуть присогнута и теперь у нас третий наш герой на пск какой симпатичный зверек он у нас чуть поменьше роста тоже можем наметить верхнюю нижнюю точку и посмотри сколько раз у нас туловище голова она где-то полтора раза значит мы берем точку отмечаем здесь и смотрим что здесь у нас еще практически полтора раза и теперь мы рисуем овальчик только такой немножко приплющенный дау сторону идет это у нас такая большая голова и такие большие же уши и тут у нас идет можно нарисовать сразу же внизу прямоугольник такой видите расширяющийся внизу и здесь у нас две стороны идут ручки вот такая простая схемка и в одной у нас тоже нож световой меч световой меч и он держит в одной ручке этот меч а вторая ручка у нас просто идет с расширенными пальчиками и теперь когда у нас есть такая простая схемка мы уже начинаем смотреть где у нас глазки опять если проведем нашего овальчика посредине то здесь у нас будет глазки делаем один глазик и второй также маленький носик между ними и в две стороны такой ротик тут мы рисуем зрачки в глазиках и обратите внимание у него не просто круг идет а все это сделано такими прядями волос поэтому мы прорисовываем наши пряди волос вот у нас нет четкой линии у нас есть прядочки значит верхние которые от носика они идут вверх а здесь справа и слева они идут в сторону низа от ушек вниз и ушки у нас обратите внимание тоже не гладкая линия а у нас фактуркой острыми краешками идут ушки и также внутри мы видим там тоже идут как бы дублирующие линии и ушные раковины и здесь у нас видна накидка как воротничок и здесь у нас идет впереди на поясе наверно такие доспехи и они идут к нему и две ножки у нас широко стоящие две ножки рисуем два такие прямоугольничка и рисуем здесь лапки здесь мы рисуем накидочку которая чуть-чуть выходит в сторону и теперь мы уже прорисовывая это контуром и как обычно да рисуем все сверху вниз здесь у нас глазки в зрачках у нас белые точечки и у нас нету четкой линии у нас есть пряди такие пушистые идут в разные стороны справа и влево и такие же пушистые уши здесь у нас идет накидка и у нас широко расставлены лапки а здесь у нас в одной из лапок световой меч и здесь у нас передняя часть его груди и у нас идет пояс широкий и здесь у нас идет лапки очень простая фигурка думаю у вас у всех она получилась и сзади мы видим накидочку плащик да плащ такой плащ накидка и теперь у нас остается наш йода йода будет немножко сложнее так что давайте сейчас сосредоточимся и постараемся красиво его нарисовать обратите внимание что у него до верхней части вытянута и головы и нижняя часть чуть-чуть с подбородком уходит вниз и так мы рисуем можем нарисовать просто прямоугольничек в начале и здесь чуть-чуть поднять сделать такой на нашем верху поднять такой маленький треугольничек сделать и и вниз чуть-чуть опустить подбородок вот такая наша голова интересная и в сторону два ушка сторону два длинных ушка и теперь нам надо распределить глаза глаза тоже если взять посредине но они у нас будут не сверху над этой линией а под низом у него очень высокий лоб да и с такими интересными морщинками поэтому мы здесь когда провели среднюю линию рисуем вниз овальчики а сюда вверх мы рисуем такие морщинки чуть-чуть две морщинки у нас поднимаются к началу треугольничка который мы нарисовали на прямоугольнике видите и также у нас идут большие надбровные такие морщинки ну а дальше немножко уже попроще будет здесь две складочки над глазами и маленький носик также у нас идет под носиком большая складочка такая носогубная и переходит в маленький ротик и у нас нижняя челюсть немножко такая выделяется вниз и под глазами у нас такие есть мешочки и теперь у нас вся остальная фигура уже будет попроще мы рисуем плечики да ширину плечиков небольшую и все это ведем вниз чуть-чуть расширяя книзу вот такая у нас фигурка не сложная и две ручки которые у нас отступите где-то сантиметр-полтора вот так у нас две ручки идут к середине таким легким полукругом он держит две ручки свои на палочке на посохе таком волшебном и здесь в форме я бы сказала он похож на вопросительный знак только он его в другую сторону да направо можете нарисовать здесь такой вот похоже на вопросительный знак форму этого посоха и все и сзади мы рисуем ровные линии параллельные это будет уходить вниз его одежда и сзади у нас тоже будет виден плащ и здесь у нас видны чуть-чуть его лапы вот такие лапки и обратите внимание на плечиках у него такие красивые украшения да такие похожи на форму тоже лапок и здесь у нас воротничок видим и теперь берем наш контур и начинаем обводить у нас такой выделяющийся череп наверх чуть-чуть поднимается что можешь эту мышку твою мышку передвинуть потому что я не вижу ногу эту спасибо да ой ой что-то у нас окно появилось так нормально хорошо да надо было мне раньше сказать я не заметила молодец и теперь у нас наш йода у нас идут такие морщинки морщинки можете сделать их такими вот линиями не немножко прерывающимися да морщинки они не идут прям четкая линия немножко как будто у нас прерываются такие у нас надбровные морщинки и там овальные глазки тоже с большими зрачками и под глазами у нас мешочки также у нас морщинки возле рта и такой подбородок чуть-чуть выделяющийся вниз а тут у нас замечательные такие красивые ушки сторону и шейка на плечах такие украшения идут фигурные и здесь у нас две руки которые держат посох прямо перед его телом и здесь у нас видны две ручки и посох сам так же мы видим его одежда идет вниз и из-под одежды чуть-чуть видны две его лапки а сзади у нас это все закрывается плащом и теперь мы берем резиночку и стираем наши лишние линии и будем сейчас раскрашивать кто взял карандашики и фломастеры или красочки у кого что есть лучше всего конечно на личико нашей девочки нарисовать голубым карандашиком если у вас есть если нету то можно чуть-чуть голубым фломастером но не закрашивайте полностью а так немножко сделайте растушевку с боковых сторон к серединке и так еще раз вот я вам показываю видите наша лис одета в желтая рубашка желтый плащ и темно-коричневые такие сапожки и у нее голубое личико и фиолетовые волосы и светло-сиреневый световой меч край у нас одет в белую рубашку но можете сделать светло-голубую коричневый плащ и светло-зеленый у него световой меч и сам он такой загорелый видите светло-коричневый цвет у него лицо и черные волосики и черные такие у него брючки с туфельками и напс у нас голубой внутри ушек у него желтая на грудке у него тоже светло-коричневая а сам он в большей степени голубой и носик у него розовый и наш йода он светло-зелененький у нас да сейчас увеличу вот он у нас такой салатового цвета красивый и у него одежда такая светлая можно светло-бежевый сделать светло-коричневый и с желтыми такими полосочками и начинаем нашу первую героиню берем что? да, показывай молодец молодец умничка здорово много еще свободного места можешь нарисовать фон если захочешь молодец молодец раскрашивать не будешь? ну хорошо ладонько давайте тогда пока у кого есть время то те раскрашиваем давайте итак у нас сиреневые волосы и голубого светло-голубое личико я возьму сейчас голубой карандашик чтобы не делать ей слишком темное лицо и чтобы у нас был равномерно положенный цвет вот я это голубой карандашик мы делаем красота аккуратненько делаем такую голубую штриховку на лице, чтобы не было прям сильно темным и чтобы у нас личико было ближе к натуральному цвету, хоть оно и голубое, но чтобы оно не было прям синим и замазанным таким, поэтому лучше всего подходит сюда карандашик и ручки чуть-чуть видны тоже голубоватого цвета, но при этом мы можем сделать легкий голубой румянец, розовый румянец, видите у нее здесь розовый румянец и такие белые полосочки, можем эти полосочки сделать ярко-розовые у нее здесь две полосочки на щечках и такие маленькие точечки и теперь мы делаем немножко штриховку на щечках еще, чтобы было видно, что они у нас розовенькие и теперь мы делаем ярко-фиолетовые волосы у нас есть яркий цвет такой он прямо ближе к розовому, но я сейчас еще пройдусь более темным ярко я делаю чуть-чуть в середине и сейчас буду утемнять ее по краям вот штрихуем от внешних линий к серединке оставляю чуть-чуть в середине света, чтобы у нас волосы оказались объемные и чтобы рисунок не был слишком темным старайтесь штриховать все время в одном направлении, чтобы линии не были намазанными и, соответственно, красивыми и смотрелись такие у нее фиолетовые волосы чуть-чуть добавила розового также можете немножко черным навести ей глазки, сделать такую красивую обводку чтобы они смотрели чуть-чуть ярче и черные зрачки сделать и теперь у нас идет светло-желтая накидка можно взять два фломастера один светлее один темнее вначале сделать больше светлого а потом немножко затемнить по краям или даже три я беру более ярко-желтый и чуть темнее и по краям сделаю еще чуть-чуть темнее можно даже с краю чуть-чуть коричневого добавить а в срединке оставить более светлым а и и и и и и и у нее белая кофточка но мы можем сделать светло-голубым чтобы не оставлять белое не зарисованное пространство потому что у нас фон не цветной поэтому делаем ей светло-голубую такую кофточку платья также не заштриховывая все полностью а только от внешних линий к серединке и у нас светло-коричневые у нее колготки и черные туфельки и темно-коричневый или черные туфли возьмите и пол сапожки наверно да и это мы делаем черненьким и светло-сиреневый меч я его даже делаю розоватым и от него будете легкое свечение делайте такие маленькие маленькие линии это придаст ощущение что это светится у нас меч и теперь наш второй герой если есть светло-коричневый фломастер то это у нас хорошо будет закрасить ему личко потому что коричневый фломастер если вы возьмете личка будет немножко темная и у него видите белая рубашечка но мы тоже сможем сделать ее голубой с желтыми полосочками вначале мы сделаем здесь декоративных несколько желтых полосочек а остальное мы сделаем немножко голубым если есть голубой карандаш что можно голубым карандашом закрасить и у него светло-зеленый меч но помочь можно в конце нарису теперь нам надо найти светло-коричневый карандашик чтобы сделать ему цвет лица лучше всего да если мы рисуем людей найти несколько карандашиков которые будут вот светло-коричневый светло-бежевый чтобы наши личики были похожи на естественный цвет лица потому что фломастером это немножко будет некрасиво вот я сделал светло-коричневое личико также ручки сразу же глазки у него тоже коричневый желтый можно даже немножко добавить желтого чтобы они были ярче и у нас коричневый бровки и такие черные с коричневым волосы можете тоже немножко сделать бликов коричневых а потом добавить черного верху у нас такие черные кучеряшки а по бокам у нас гладкие волосы и у него черные штаны также можете делать черный серым до с внешних линиях темным сделать а с внутренней добавить серый фломастер если у вас есть делаем чуть-чуть наклонную штриховочку от внешних линий к середине и также у него черные башмачки и здесь в середине мы добавим серый если есть у вас или можете даже простым карандашом делать серый вот так сделаем сейчас чтобы они у нас как бы были в одном цвете но было ощущение что они объемны вот отлично простым карандашом получается такой насыщенный серый цвет и у него светло-зеленый пояс и здесь на поясе у него фляжка похоже и накидка у него коричневая также можете использовать внутри немножко желтый а по краям немножко более темный такой насыщенный коричневый красивая накидка плащ как у супергероя и тоже чуть-чуть коричневого другого оттенка также если у вас есть карандаши будет более плавная линия плавный переход цвета можно это делать делать карандашами и и меч у него светло-зеленый рисуем здесь немножко верху внизу зеленого и делаем как будто легкое свечение до маленькие такие штришочки делаем вокруг меча будто у нас светится и теперь наш эти герой наш у нас красивый голубой такой и у него розовый носик начинаем у него синие глазки делаем синие глазки здесь у нас более темно-синий цвет мы берем делаем ему ушки обратите внимание ушки чуть чуть темнее темнее поэтому берем более темно-синий и здесь у него на лапках тоже идут возле груди более темно-синий а мордочка у нас более голубого цвета поэтому берем нежно-голубой и делаем ему такую штриховочку чтобы она совпадала по направлению с прядями да возле носика у нас идет пряди наверх а уже по бокам у нас идут вниз и у нас черный ротик и розовый носик берем светло-розовый и делаем ему носик и здесь на щечках у него тоже идут такие розоватые видите сделаем сюда немножко розоватые такие штриховочки вправо и влево а по краям мы сделаем еще немного синенького видите от самых кончиков наших прядей в средине сделаем тоже чуть-чуть небольшую синенькую штриховочку и теперь у нас лапки светло-голубые и также лапки ножки которые лапки ручки и лапки ножки и опять таки сделаем немножко от линий контура к средине небольшую штриховку также все это дело если у вас есть голубой карандаш можно теперь под фломастером сделать легкую голубую штриховочку чтобы у нас цвет казался более однородным и у нас еще остается его животик светло-коричневый и пояс черный пояс черный и накидка у нас держится тоже на таком черном на таких черных завязках здесь возле шеи и пояс у нас тоже черный и сама пряжка у нас светло-коричневая и животик у нас тоже светло-коричневый и также можем усилить цвет с помощью этого же фломастера делая двойную штриховку или добавить более темный но в этом случае лучше усилить просто еще раз проштриховать делать более темное чуть по краям и оставить чуть более светлое по серединке и теперь у нас остается сама накидочка сама накидочка у него черная но поскольку у нас здесь есть пояс чтобы не слилась эта линия мы сделаем возле самой фигурки штриховочку более светлого цвета я взяла такой серо-зеленый и уже остальную штриховочку черную и у него такая черная накидочка плащ здесь уже выровняем линии также можем сделать черные зрачки и верхнюю часть глазок обвести черным чтобы она более была выразительной также мы забыли ушки ушки у нас внутри сейчас посмотрим точно они такого розового приятного розового персикового цвета делаем красивого розового цвета внутри ушки и меч у него светло-голубой и делаем как будто маленькие такие можно поставить точечки или маленькие такие полосочки делаем свечение от нашего меча и у нас остается йода он у нас зелененький и он не держит меч и он держит свой посох так йода у нас он светло-желтый такой накидка плащ и там внизу такая одежда тоже светло-желтая можем сделать несколько ярких желтых линий которые будут идти по на плечевых таких вот украшениях у него и также идут несколько полосок здесь на рукавах тоже рамана клинка у нас тоже светло-желтого цвета я взяла совсем бледный бледно-желтый до свидания мне нужно выйти большое спасибо пожалуйста пока и по краям мы сделаем небольшую светло-коричневую штриховку чтобы у нас было видно где тень падает и где отделяется наша накидка от его одежды наш плащ мы раскрасим тоже светло-желтым и он держит такой коричневый посох деревянный и сам у нас светло-зелененький берем салатовый фломастер или карандашик и и делаем аккуратненько и ушки у него желтенькие обратите внимание самый светло-зелененький лапки у него зелененькие голова у него зелененькая глаза тоже зеленые но ушки у нас чуть-чуть желтоватый я не закрашиваю полностью лицо я оставляю светлые блики чтобы он не был сильно-сильно зеленый темно-зеленый я просто чуть-чуть возьму и добавлю желтенького если бы был зеленый карандашик можно было бы сделать карандашик тогда бы была более плавная линия а поскольку мы рисовали зеленым фломастером лучше немножко добавить желтого вот такой у нас получился наш йода и сейчас я вам покажу как получились у меня все наши кирули ой мы что-то за занимались сегодня и так получилось а у меня эльвира покажешь ты умничка молодец у тебя замечательно очень красиво молодец супер ладно всем пока пока хорошая неделя будьте здоровы спасибо 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 Продолжение следует...